Выйдя на улицу, люди увидели картонную коробку с завязанным на ней мешком для мусора. На первый взгляд, в находке не было ничего необычного. Но вскоре они заметили, пакет шевелился, и кто-то явно пытался выбраться наружу. Коробка стояла со вчерашнего дня прямо у обочины дороги перед церковью. Присмотревшись, супруги обнаружили какое-то движение. Они бросились к коробке и не поверили своим глазам. В картоне было небольшое отверстие, из которого явственно просматривалась собачья голова. Животное пыталось перегрызть пакет, чтобы выбраться на волю. Придя в себя от увиденного, люди немедленно разорвали коробку и обнаружили очаровательного щенка золотистого ретривера. Малыш был испуганным и очень слабеньким, но все-таки он дышал. Понимая, что щеночку нужна помощь, они позвонили родственникам, и те порекомендовали обратиться в приют. Узнав о том, как был Найтин Декстер, именно так назвали малыша, женщина забеспокоилась, малыш провел в безвоздушном пространстве больше суток, и его организм получил кислородное голодание. Но это было не самое страшное. После обследования выяснилось, что у крохи тяжелое заболевание – парвовирус. Эта опасная болезнь нередко развивается у щенков и может стать причиной их смерти. Ветеринары принялись немедленно лечить кроху, и все надеются, что он обязательно поправится. Пока малыш чувствует себя не очень хорошо, но ему оказывают всю необходимую помощь. Уже сейчас ясно, что это не только очень красивый, но и бесконечно добрый щенок. Несмотря на то, что судьба распорядилась с ним жестоко, Декстер ласковый и дружелюбный. Он виляет маленьким хвостиком и даже норовит поцеловать того, кто его гладит. Теперь стало ясно, почему малютку бросили умирать в коробке. Вне всякого сомнения, хозяин знал о болезни щенка и не хотел, чтобы малыш заразил других собачек. Но вместо того, чтобы отвезти маленького пациента в больницу и попросить помощи, он решил просто избавиться от питомца. Что же касается малыша Декстера, то когда он выздоровеет, его отдадут в надежные руки. К слову, в приют обратились сотни людей, которые готовы взять к себе красивого породистого щеночка, так что за его будущее можно не волноваться. Пайпер очень хочет, чтобы восторжествовала справедливость, и человек, который без сожаления выбросил больного песика, получил по заслугам. Она предложила деньги за его поимку. И мы очень-очень надеемся, что преступник будет найден. Ну а маленькому пациенту мы желаем поскорее выздороветь. Поправляйся, малыш, мы держим за тебя кулачки.